Тульская служба новостей в эфире телеканала ТНТ Тула. Здравствуйте в студии Юрий Зайцев и в начале выпуска коротко о главном. С думой о дольчиках депутаты областного парламента разбирались в проблемах долевого строительства. Табор уходит, но недалеко цыгане с поселка Косая гора готовятся к новоселью. Тульские вкладчики банка Югра начнут получать страховые возмещения сегодня. Несмотря на протесты Генеральной прокуратуры, агентство по страхованию вкладов не намерено останавливать выплаты. Напомню, по мнению Генпрокуратуры, временная администрация в банк была введена АСВ безосновательно. Тем не менее, агентство сообщает о том, что 20 июля начинаются выплаты страхового возмещения. Ими в Туле займется банк ВТБ-24. Напомню, что тульский офис банка Югра работает в режиме консультаций. О наступлении страхового случая в отношении кредитной организации было объявлено 10 июля. В 2017 году увеличилось число дольщиков, пострадавших от недобросовестных подрядчиков. Об этом стало известно во время депутатских слушаний в Тульской областной думе. По данным инспекции Гостроенадзора в регионе заключены 7,5 тысяч договоров долевого строительства. В реестр проблемных дольщиков внесен 91 человек. В настоящее время сложными остаются ряд объектов. Это ЖК «Парус», проект «Варваровки-Скуратовский», «Александровский парк» и «Октябрьский». В отношении фирмы «Анкер», которая вела строительство домов в Заречье, ведется судебное разбирательство. Дома достраивает новый подрядчик, который продолжает подписывать соглашение. Что касается жилого комплекса «Скуратовский», то сейчас арбитражный суд рассматривает иск о признании фирмы-застройщика банкротом. Завершение строительства возможно только после банкротства. Цыганские многодетные семьи, жители незаконных построек, получат новые участки для строительства жилья под Тулой. В частности, цыгане из поселка Косая гора обратились в региональное Министерство имущественных и земельных отношений с просьбой самостоятельно оформить землю под строительство жилья в районе поселка Судакова. Тему продолжит Сергей Речиц. Беженцами или как? Это уже невероятно. Они сравнивают себя с сирийскими беженцами, а свое изгнание с Косой горы называют геноцидом, совершенно не осознавая, что сами нарушили закон, самовольно заняли землю. Евгений прожил здесь более 60 лет, воспитывает пятерых внуков и не может понять, почему дом, который строили три поколения его семьи, власти решили снести. Сказали, чтобы до первого числа крыши снимать, а потом уже другой срок, чтобы разбирать. Всего в Косогорском таборе живут почти 500 человек. Дома самые разные, от коттеджей до фанерных лачук. Вот их-то в основном суд и признал незаконными. Всего 63 постройки. К первому августа все они будут снесены. Не дожидаясь бульдозеров, цыгане сами разбирают свои дома. По Косой горе разносится стук топоров и виск пилы. Нет ни воды, ни газа. Сказали, будут бочками возить. А бочками она будет у нас, куда ее будем? Ну есть у меня 2-3 канистра, один бочок. Мне хватит каждый день стирать с них. Каждый день надо их купать, каждый день их надо про себя стирать. Откуда мы возьмем эту воду? Будем там подыхать, как собаки. Всего претендовать на земельные участки могут порядка 70 многодетных цыганских семей. Половина из них уже оформила документы. Землю им городские власти выделили здесь же, рядом с Косой горой, в поселке Судакова. Сюда уже прокладывают дорогу, но никаких других коммуникаций пока нет. По большинству участков уже начато и где-то уже есть результат. Есть у нас Северное Заречье, есть направление Шацка, то есть земельные участки. Там, где уже земельным участком подведено электричество, мы спланировали там дороги уже. Разработается техническая документация для проектирования сетей. Аналогичная ситуация была в поселке Плеханово. Здесь было снесено более ста незаконно построенных домов. После этого городские власти приняли комплексную программу развития поселка на ближайшие два года. Она включает создание всей необходимой инфраструктуры – водопровода, электроснабжения, освещения и ремонта дорог. Сергей Речиц, Андрей Ремезов. Тульская служба новостей. Это все, что мы успели рассказать к этой минуте. Больше новостей в вечернем выпуске, а также на нашем сайте. Всего хорошего. До свидания.